Совет да любовь. Единственная реакция, которая возникает при чтении новости о том, что Армения в 2023 году планирует открыть генеральное консульство в Тебризе, столице Южного Азербайджана. Если когда-то открытие генконсульства Ирана в Кафани, то есть в Западном Азербайджане, и вести об ответных планах Еревана могли бы вызвать в Баку какое-то подобие удивления и досады, то проводимая Тегераном и Ереваном в последние годы политика дала нам понять, что все, что не делается, делается из-за элементарной беспомощности. Ни Иран, ни Армения Азербайджану не соперники. Мы уже давно в разных весовых категориях. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить течение 44-дневной войны и ее результаты. Или же сравнить военные учения иранской армии у границ Азербайджана и учения нашего спецназа, которые прошли буквально на днях. Да достаточно просто посмотреть на улицы Тебриза, которые обклеены портретами президента Ильхама Алиева и подписаны «Южный Азербайджан стоит за вами, господин президент». На фоне всего перечисленного, нарочитый флирт Тегерана с Ереваном вызывает скорее смех, жалость и испанский стыд. Во-первых, потому что современный Иран – наследник Персии, воистину великой державы, которая когда-то держала в страхе полмира. А кто такие армяне? Если отбросить исторические фальсификации, постоянные попытки присвоить чужое культурное и религиозное наследие, кстати, и персидское тоже, однако моллы предпочитают этого не замечать, и насколько должны быть смелыми, ну или же глупыми эти потомки балканских племен, мигрировавших в Малую Азию и цыган Боша, чтобы пытаться открыть генеральное консульство в древнейшем азербайджанском городе, где подавляющий процент населения являются не просто азербайджанцами, а людьми, которые до мозга костей преданы своему этническому происхождению. Даже десятилетия преследований и гонений со стороны монархии, а после исламского режима не смогло сломить их любовь к Азербайджану. Похоже, что это гениальная, в кавычках, мысль пришла в голову под тюрбанами, и единственной причиной является навязчивое желание хоть как-то уязвить Баку. Возможно, исламский режим гарантировал армянам безопасную дипломатическую миссию за счет стражи исламской революции. Но, похоже, такая работа для армянских дипломатов окажется настоящей подставой. Кому нужно генеральное консульство в Тебризе, где от силы проживает два армянина? Если официальный Баку подобные дипломатические пироиды разве что забавляют, то у азербайджанцев, проживающих по ту сторону реки Арас, нравы пожестче. И предсказать их реакцию на появление такого дип-представительства несложно. Мягко говоря, гостеприимства армянам ждать не приходится. Продолжение следует...